Прием документов в рамках конкурса на замещение должности главы Ивановской городской администрации начался больше двух недель назад. Желающих принять участие немало, вот только официально подавших полный пакет документов пока нет. По словам председателя конкурсной комиссии, наплыв претендентов на кресло сети менеджера ожидается в последние дни приема. Осталось чуть больше трех дней, когда можно подавать на конкурс заявление. Мы обращавшиеся были, спрашивали, как подать, когда подать и так далее. Ну, по крайней мере, официально пока еще никто не подал. А сложности, не знаю, может быть, они возникают и с сбором документов, хотя мы попытались минимизировать тот пакет документов, только сделали тот обязательный, который необходим для замещения должности главы областного центра. Попытать счастье в важнейшем для областного центра конкурсе решил депутат городской думы от Объединенной коммунистической партии Николай Плотников. С полным пакетом документов в четверг он явился к председателю комиссии. Как истинный оппозиционер в эти выборы коммунист не верит. Для него это повод еще раз напомнить власти о недочетах в работе городской мэрии. Я считаю, что все предупределено, но, тем не менее, у меня есть шанс заявиться, заявить о том, что я готов к этой работе. У меня есть шанс высказать свои претензии к работе администрации. Есть еще один, надеюсь, будет шанс сказать, что, дорогие товарищи, надо нам в будущем главе администрации добиваться прямых выборов, для того, чтобы иметь за собой авторитет населения в борьбе и сотрудничестве с государственной и властью, с губернатором в том числе. Первый блин, конечно, комом. Закипой справок и документов претендент забыл о самом заявлении на участие. Но недочет был исправлен, и Плотников стал первым, и пока единственным претендентом на пост главы мэрии. Всего их должно быть как минимум два, иначе конкурс будет признан недействительным. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.